МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Был сегодня мэр на очередной сессии депутатов Новосибирска. Уже готовят соответствующее обращение к федеральному центру. Поддержать его Анатолий Локоть попросил депутатов. Поддержку депутатов в этом отношении чувствую. Она просвещала сегодня на сессии. Надо обращаться, надо убеждать, говорить о том, что надо продлевать эту программу, ее работу. Это важно не только для Новосибирска. Это проблема для всех и областных центров, в крупных городах, но и для всех муниципалитетов. Эта проблема существует. Федеральная программа по расселению жилья, признанного аварийным до 2012 года, заканчивается. При этом 139 домов в нее не попали. Расселить такое количество без федерального финансирования невозможно. Только на снос одного дома необходимо порядка 30 миллионов рублей. В городе надеются, что новосибирскую инициативу по продлению программы поддержат другие муниципалитеты и в Москве к обращению прислушаются. Также на сессии депутаты единогласно одобрили работу муниципалитета и мэра лично. Глава города выступил с отчетом за прошлый год. Депутаты, в свою очередь, отметили, что работают в тесном взаимодействии. Только так можно решить многие вопросы. Тему продолжит Марина Аверина. 2016-й в Новосибирске прошел под знаком наведения порядка и развития города. Мэр перед депутатами подробно отчитывается, что сделано в минувшем году. Дорожно-транспортная сфера, социальная инфраструктура, комфортная городская среда – три главных направления, которые определили работу муниципалитета. Новосибирск стал одним из первых городов, попавших в федеральную программу безопасной и качественной дороги. Концепция развития зеленых зон уже прошла широко общественное обсуждение. Следующий шаг – разработка муниципальной программы по созданию комфортной городской среды. Очень счастлив, что у нас наконец-то появились деньги на те планы и проекты. На зеленые зоны – на самом деле это наша боль. Я надеюсь, что в этом году мы стартанем и действительно покажем, что у нас наши специалисты, которые приготовили такой прекрасный проект, действительно они достойны того, чтобы наш город стал краше и лучше. В 2016-м в Новосибирске был зафиксирован рекорд – школьников стало больше на 9 тысяч. В мэрии сознательно идут на риск и увеличивают муниципальный долг, чтобы за свой счет начать строительство школ. По сути, был дан старт программы развития социальной инфраструктуры Новосибирска, которую утвердил Совет депутатов. Хотелось бы также отметить высокий профессионализм специалистов в отрасли образования и социальной политики. В нашей комиссии все заседания проходили с четкими ответами на поставленные вопросы. Изменилась и градостроительная политика. Главный ориентир – обновленные правила землепользования и застройки. С учетом отсутствия динамики роста, прироста бюджета города Новосибирска, те задачи, которые стоят перед исполнительной властью, стояли в 2016 году. Несмотря на все эти инфляционные, кризисные моменты, наше мнение как депутатов, что исполнительная власть со своей задачей справилась. Каким должен быть Новосибирск решают сами горожане. Приоритеты развития на дискуссионных площадках обсудили общественники, эксперты и депутаты. Все предложения сейчас детально изучают, чтобы скорректировать планы. Главная задача – сделать город комфортным для всех. Марина Аверин, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. От морозов на улице спасает теплая печка в доме. Однако не все умеют правильно ими пользоваться. Больше половины пожаров в городе в этом году случились именно из-за халатности новосибирцев. Муниципалитет признает, у многих горожан просто нет средств, чтобы установить новую печь или заземлить проводку. Причины пожаров остаются из года в год одни и те же. Это неисправность печного отопления, неисправность, вернее, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение при курении. Вот за эти полтора месяца уже погибло шесть человек. Пожилые люди рады бы обезопасить свой дом, но пенсии недостаточно. Поэтому специалисты мэрии регулярно проводят рейды по пожарной безопасности. Проверяют проводку и печи, рассказывают о том, как получить помощь из городской казны. А также напоминают элементарные правила. Иногда даже взрослые люди проявляют детскую беспечность. В Новосибирске открылась самая крупная в Сибири выставка строительных и отделочных товаров. Сибилд-2017. Свою продукцию представили более 170 компаний из 35 городов России и зарубежья. Выставку посетил наш корреспондент Александр Потенихин. Строить будут всегда. Под таким лозунгом проходит самая крупная в Сибири выставка отделочных материалов Сибилд-2017. Здесь представлены как отечественные, так и зарубежные производители. Смотрите, уважаемые телезрители, как не надо работать. У человека нет очков, защищающих органы зрения. Нет перчаток, которые защищают его руки. Вперед двигайтесь. Прекрасно. Мы представляем уникальную клеевую систему, систем АВ. Клей, который одним тюбиком можно склеить однородные, разнородные материалы. От иголки до пулемета. Вы наносите маленькую капельку клея. Клей не высыхает целый час в виде капли. Работает при контакте. Как только вы соединили, держите 5-7 секунд. И можно проверить, через 10 секунд можно проверить. Возьмите за край, тяните со всей силы. Перевьется только в другом месте. Скажите, у вас надежные двери? Очень надежные. Скажите, от грабителей они могут спасти? Для этого они нужны в первую очередь. А можно попробовать? Вон на той двери. Дверь действительно крепкая. Проверил лично. Одни привлекают к качествам, другие креативом. Встречают посетителей, можно сказать, с песней. Многие очень любят петь в душе. Скажите, в этот распылитель удобно петь? Очень удобно. Самое то. А можете нам спеть что-нибудь? Очень черные. Очень страшно. На выставке свои товары показывают и зарубежные компании. Японские производители, например, привезли в Сибирь теплые вещи. Жаль только под самый конец календарной зимы. Я привез рабочие перчатки для работы в экстремальных холодных условиях, вплоть до минус 60 градусов. Сегодня День Святого Валентина. Скажите, если я подарю такие перчатки своей девушке, она обидится? А я думаю, что она очень обрадуется, если только подойдет по размеру. Рынок строительных материалов продолжает удивлять своим разнообразием. Но среди множества инструментов самым важным остается умение ими пользоваться. Александр Потенихин, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Не застрахован никто. Заболеваемость ВИЧ-инфекции в регионе перешагнула пределы групп риска. Болеют теперь не только наркоманы и осужденные. Все чаще болезнь поражает вполне благополучных молодых женщин. У женщин система, так скажем, выявления, она более жесткая, нежели у мужчин. Потому что женщины, они все-таки в этом возрасте, они, так скажем, детородны. И, соответственно, они посещают женские консультации, они посещают более активно врача. И на этом этапе они более активно выявляются. В прошлом году врачи выявили почти 4000 заболевших. Большинство из них в возрасте от 20 до 40 лет. Эпидемиологи отмечают, в путях передачи инфекции произошел перелом. Все чаще причиной становится не игла, а половой контакт. Не щадит заболевания и детей. В прошлом году ВИЧ выявили у 17 новорожденных. Заболели они в основном из-за того, что мамы вовремя не получили химиопрофилактику. 14 февраля цветов в магазины привозят в несколько раз больше обычного. Все столики ресторанов забронированы. И почти на каждом углу можно увидеть изображение сердца. Как в городе отмечают День Святого Валентина. И все ли новосибирцы считают его праздником? Узнали Екатерина Макаркина и Александр Вяткин. День Святого Валентина – праздник, который разделил новосибирцев. Многие из тех, кого подстрелил Амур, 14 февраля ждут. Для других это просто 45-й день в Григорианском календаре. Но есть и те, кто праздник любви, пришедших к нам с Запада, не взлюбил. У нас же свой праздник есть. Я русская, и мне импорт не нужен. Так это вот был святой человек. Это очень приятный для народа день. Я со своей любимой девушкой, будущей моей женой, отмечаем. Второй год уже отмечаем его вместе. Пригласить девушку на романтическую прогулку сегодня точно не получится. Термометр показывает сейчас минус 18, к вечеру похолодает сильнее. Прогулка получится слишком экстремальной. И пылки, и чувства точно не согреют. Хоть и говорят, любовь греет. Поэтому влюбленные пары заняли все места в кафе, потянулись в торговые центры. В этом ресторане сегодня даже пиццы в форме сердца. Все для влюбленных. Даже бокалы Гристова бесплатно. Сегодня, конечно, мы ожидаем очень большой наплыв. Часов в пять вечера будет. Звонков очень много было. И вчера хотели бронировать. И сегодня очень с самого утра обрывается телефон. В кинотеатре праздничное оформление уже на входе. В день любви фильмы, конечно же, романтические. Но аншлага ждут на сеансах ленты об оттенках страсти. Это один-единственный день, когда у нас официально закреплены места для поцелуев. То есть все последние ряды выделены розовым цветом на сайте. День Святого Валентина – праздник скорее для влюбленных в деньги маркетологов. Именно они придумали, что на романтике можно неплохо заработать. Выручка цветочных магазинов и кондитерских сегодня бьет рекорды. Между тем, в ЗАГСе немноголюдно. Лишь две пары пришли официально заключить союз любви. Ну, решили отметить, просто улететь на Мальдивы и там уже отметить свадьбу вдвоем. К празднику к этому никак не относятся. Просто познакомились в этот день, но решили в этот день уже и расписаться. Можно потратить все деньги на атрибуты праздника и развлечения в этот день, а можно и просто быть рядом с любимым человеком. Ведь главное – не цифры в календаре. Главное – искренние чувства. Александр Вяткин. Екатерина Макаркина, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Увидеть, что обычно скрыто могут зрители Театра «Глобус». Театралам предлагают погрузиться в атмосферу одного из детских спектаклей. Постановку можно не только посмотреть, но и пообщаться с актерами, увидеть, где проходили репетиции, посетить мастер-классы и театральные уроки. Все это проект «Сфера впечатлений». Его участником стал и Станислав Якушевич. Понедельник, традиционный для театра выходной, в «Глобусе» решили отдать зрителям. И дарят им сферу впечатлений. Этот семейно-театральный проект адресован как детям, так и взрослым. И это принципиально. В течение месяца юные театралы и их родители знакомятся с театром и его закулисьем. Экскурсия стартует там, где, как утверждал Станиславский, начинается театр. В нижнем фойе. Но рассказывают тут не столько про гардероб, сколько про гордость театра «Зимний сад», за которым ухаживает специальный садовник. В зрительском зале разговор про софиты и колосники, карманы и авансцену. Как используют, например, кулисы, показывают наглядно на макете. Вот как раз там вот это задник, который закрывает альер большой сцены. А вот эти вот, получается, лапники, елки по бокам, это как раз кулисы. Посмотреть на спектакль со всех сторон, с точки зрения именно театрального процесса, с точки зрения создания спектакля непосредственно, работы различных цехов над этим спектаклем, артистов, режиссеров. Работы театральных художников тут тоже демонстрируют наглядно. Но если картины можно только смотреть, то костюмы еще и потрогать. Ткани, блестящая мишура, сказочный образ – это особенно нравится юным зрителям. Хотя и взрослые проявляют неподдельный интерес. Используется такая ткань, чтобы она красиво смотрелась со сцены. Да, достаточно тяжелая ткань. Погружение в мир театра настолько понравилось, что некоторые зрители делают это не по одному разу. Тем более, утверждает Марья Павлюк, экскурсоводы всегда рассказывают что-то новое. А когда больше знаешь о постановочном процессе, и спектакли смотреть интересней. После того, как театр повернулся к людям до другой страны, распахнулся, какая-то такая напускная академичность, серьезность исчезла. И наоборот, волшебный мир, он еще стал волшебнее. Главная цель проекта – сделать глобус открытым и понятным для детей и взрослых. И чтобы семейный поход на спектакль вошел бы у горожан в привычку. Станислав Якушевич, Олег Мощевитин, Новосибирские новости. Боксеры и легкоатлеты попробовали себя в роли танцоров. В Новосибирске идет подготовка к конкурсу «Мистер Спорт». В течение трех недель молодые спортсмены участвуют в различных испытаниях и готовятся к финалу. Программа насыщенная – стрельба, бокс, скатинг, танцы. Самый грациозный вид спорта в череде испытаний для некоторых стал сюрпризом. В этом убедился Михаил Якимов. Раз, два, три, три, три. Своим подопечным Светлана расслабиться не дает. В воскресенье девушки победили на первом чемпионате области среди чирлидеров впереди чемпионат России. А у Светланы новые ученики. Участники конкурса «Мистер Спорт». Все они ведут активный образ жизни. Но вот танцевальные движения знакомы не всем. Этот проект очень интересный именно тем, что я занимаюсь с людьми, которые многие даже танцами раньше никогда не занимались. И в этом особенность и прелесть. Потому что люди очень открытые и ведут себя очень смело и в движениях. И очень с энтузиазмом подходят к этому. Конкурс «Мистер Спорт» начался с испытаний привычных для мужчин. Парни бегали, подтягивались и стреляли. Некоторые участники на это и рассчитывали. И даже не догадывались, что готовиться к финалу будут в танцевальном классе. Я думал, мы будем бегать, прыгать, долбить, стрелять, ломать что-нибудь. То, что мы будем танцевать, я, конечно, не думал об этом. Первое занятие ознакомительное. Но на нем уже делают поддержки. Причем довольно сложные. Среди конкурсантов есть и те, кто в танцклассе чувствует себя как рыба в воде. Эмиль – кандидат в мастера спорта по спортивным танцам. Но во время занятия и он узнал много нового. Мы танцуем на полу, можно сказать. А тут поднимать партнершу – для меня это первый раз в жизни. Все эти элементы пригодятся участникам конкурса во время финального выступления. Хореограф ставит перед ними серьезную задачу – на подготовку номера недели. Девушки-спортсменки, которые помогают конкурсантам, уверены – парни справятся. Да, но это все равно интересно. Это и опыты для меня как-то объяснить какое-то движение. Также это опыты для ребят. Впереди у конкурсантов еще занятия боксом, скайтингом и несколько танцевальных репетиций. Кто станет мистером спорт – определят накануне Дня Защитника Отечества. Михаил Якимов, Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Будьте в курсе всех событий, слушайте радио «Городская волна», частота 101 и 4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал «Новосибирские новости» в Ютьюбе. Кроме того, много полезной и интересной информации на сайте nsknews.info. Там можно узнать, как найти вторую половинку в день всех влюбленных. На этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok